Что у нас может быть с физической средой? Что у нас может быть с высокочастотным методом пробок? Я полагаю, что с физикой относительно знакомы. Что может быть с нашим пробником и с сигналами? Ну, ну, там, не знаю, что массив тебя такое-нибудь, любое. Давайте классифицируем внешнего действия. Электромагнитное, ну, механическое. Тепловое. Ну, то, что может сигнал изменить, то есть? То, что может испортить сигнал. Как его можно испортить? Идущий полк, вроде не полк, наш обычный сигнал. Ну, грубо говоря, по нему еще один сигнал послать. Ну, в смысле? Мы все-таки не врезаем сюда. Мы можем прополосить мимо линии электропередачи. Ну, да-да-да, то есть. И наш сигнал, поскольку проводник является замечательной антенной, начнет раскачиваться в такой же сигнал. Это, мягко говоря, не здорово. Поскольку мощность линии электропередачи может быть очень даже суровой. Если ваш провод оказался в некоторой близости от провода, идущего, скажем, в школьной столовой, где находятся электроплиты, он не горит. Если мы анализируем, вот как вы рисовали, относительно нуля, уровень напряжения какой-то, никто и ничто не гарантирует, что у нас даже в обычном спокойном проводе не раскачает до минуса такой же частоты. И тогда мы вместо отправленного сигнала получим его негатив? Мы можем получить всё что угодно, если у нас модулирующая несущая 50 НГГц, а модулирующая ЕМАЯ 125. То есть у нас вот это вот наша... У нас было вот так вот, нет, мы предположим, и вот эту вот штуку у нас будет вот так вот загибать и разгибать. Её медленная 50-герцовая составляющая будет наш вот этот вот красивый сигнал вот так вот крутить. Да. Пошлям в Войну имиру, а на выходе получится незнайка на Луне. Ну, если хотите, можете посчитать вероятность этой высоты. Да. Персовываем на Луне? Персовываем на Луне? С одной стороны, мы высываем в Войну имиру, поменьше, надо своих перекодировать вниз на Луне. Это уже другое. Как называется провод, который присоединяется в Ваши компьютеры? Провод? Нет. Вот там он в магазине называется. Ответ там спрятан. В магазине? Да, вот когда приходите покупать в магазин провод, чтобы провести по комнате... Не нужен провод для интернета. Ну, хорошо. Он называется прайс. Он называется сетевой кабель, да? Ну, сетевой кабель, это называется очень пахнет контором. Про него спастифицирует более четко. Ну, он называется... Ну, компьютер как его называют? Ну, компьютер не знает, каким физическим носителем мы присоединили. Он все равно, оптика это или нет. Или радио? Ну, радио он определяет. Ну, радио не провод. Радио это беспроводная сеть. Да. Как называется? Не знаете. Хорошо, кто-нибудь раскурочил такой провод? Нет. Он называется витая пара. Витая пара. Да. Соответственно, бывает она экранированной, бывает не экранированной. Что такое витая пара? Это два переплетенных проводничка с определенным камнем. Почему там шага, не знаю. Сейчас будем дояснять. Мы сюда подаем такой сигнал. И у нас идет самая страшная, жуткая наводка для него. С нашей линией электропередачи. Что мы получим на выходе? Свертой нить. Ряд линись? Ну, допустим, с одной единицей мы начнем. Что мы получим на выходе? Свертой нить. Нет. Смотрите, мы здесь рассматривали наводку на одиночный провод. Здесь у нас пара проводок, идущих рядом. Горы с огла не переплетены. То же самое. Ну, если на один, то действует на другой, скорее всего. И, скорее всего, они искажатся и один на другой. Хотя, возможно, половина одного, половина другого. Но это вряд ли. Величина наводки на каждый из проводников будет в время разной. Одинаковая. Они идут рядом и переплетены. В среднем они оба получили один и тот же пенок. Таким образом, у нас ноль сместился вот сюда, на ноль ненаводки. А величина разницы между этими проводами, так называемый дифференциальный сигнал разностный, остался тот же самый. Если у нас пришел ноль, мы опять же имеем то же самое смещение. То есть, все замечательно? Все замечательно. Мы убираем расстоянную составляющую, просто и отсеиваем с помощью конденсатора. Ну, в примитивнейшем случае. То есть, мы таким образом еще можем энергию украсть, да? Которую шла на провод. Ну, опять же, большое выступление. У США и Канаде было дело против фермера, который по границе своих плодений провожил несколько километров просто провода на столбах, параллельно мощной линии электропередачи какой-то электрический компакт. И что? У него бесплатное электричество. У него бесплатное электричество? Ну да, досладка шла. С промышленного пробуемого на его аптенду. Красавчик! Слушай, это идея! Был большой суд, его обменяли в краже энергии. Кража энергии? Можем. Вообще в электричество. Да, но ведь оно само по себе выходило. Ну, а энергетическая компания-то ее все равно теряла. Ну, это проблема физики. Ну, энергия ниоткуда не возникает и не пропадает без следа. Если у него загорелась лампочка, значит, меньше горшота потребителя в той линии, с которой он снял электромагнит. Нет, из-за этого энергия просто не хотела бы выхушить в институте. Нет. Нет. Если она никуда не уйдется, ни на какую нагрузку, там просто болтается переменная электромагнитная поля. Чтобы ее поймать, нужна антенна с нагрузкой. Ну, и чего они у вас сидели? Там кончилось с тем, что энергетической компанией пришлось приложить линии в обход. А, то есть отключили? Ну, там была схожая коллизия, но признали, что поскольку он не подоткнул, он не обязан знать физику, что это антенна и все такое. Они просто отключили кусок, проходящий мимо его владения и провожили на достаточном расстоянии, чтобы он не мог поймать на свою антенну приемлемую мощность. Он специально это сделал? Да, конечно. Он знал физику. Ну, он не обязан это знать. Я увидел, что он теременский грачок. Ну, я так не тянул свои провода, смотрю, о, электричество. Класс! Новые выявления физики надо сделать. Магия, да. Я, может, своему корову потянул электричество. Не успел подкрепчить, а лопочка горит. В локу вас. Вот таким вот образом мы можем избежать постоянной наборки. Используя электричество. А, кстати, как узнали-то? Ну, как узнали? Электричество. 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 Мы закачали сюда столько-то джоуну, на выходе меньше. Куда-нибудь удалось? Чего-то проверять и визита. Ну да, где-то там замыкание, может, утечки, еще чего-то. Воздух. Воздух не течет, если нет, принимающая антенна с нагрузкой. То есть, на самом деле, зубая линия электропередач, переменного тока, имеет токи утечки. Поскольку даже свой воздух для переменного тока не является идеальным зарядом. И чем выше частота, тем лучше заверующий способ. При достаточно высокой частоте и напряжении, и при разреженном специальном газе, мы получаем вот вообще вот такой пробой. На самом деле, это пробой электричество постоянно. Там частот электроны втыкаются в люминатор, который перезвучает в видимом диапазоне. Значит, используя эту и пару, мы можем избавиться от постоянных нагрузок. Естественно, нужно понимать, что уровень постоянных нагрузок, который может парировать эта система, конечен. По стандарту, мы можем прокладываться в 10 сантиметров от силового проба. Как меняется мощность любого электромагнитного поля специально образом индулированного от расстояния? Уменьшается. Пропорционально квадратное расстояние. То есть, увеличив расстояние в дворе, он уменьшает мощность нагрузок в 4 раза. Увеличив расстояние в 5 раз в полметра, мы получаем снижение нагрузок в 25. Типовая расширка прокладчиков, которую Бог учил в физику. Как правило, вот эти провода электрические прибиты достаточно хорошо. Информационный провод мы экономим. Берем и стяжками цепляем его к силовому. Если у нас подключена только камера, сила только здесь чисто символическая, работа смешная. Если у нас это питающий кабель здания, ну, если повезет, то работать будет. Но я бы не захватывал. Почему они, ну, у них же есть какая-нибудь там должностная инструкция, проложить 10 сантиметров? У них есть выбросная инструкция. Правила монтажа камеры четко прописаны. Теоретически считается, что они должны сдать экзамен на сертификат монтажа. Это достаточно сложный экзамен. Ну, скажем так, с инженерной подготовкой потребуется 3 дня серьезной работы над вопросами. Просто запомнить стандарт, чтобы его сдать на монтаж. На крейкеровщика сложнее. Но есть еще один момент. Ниже получаем зарплату за штаб. За количество проложенных метров группы. Поэтому нужно постоянным соблазном плюнуть и сделать побыстрее. Так... А пусть будет работать. Проверяйте, что они нормально сделали по нормативу и вывязать их, если они... Хорошо, если я руковожу работами, я это сделаю. Эмго-вотер, у нас есть стандарт. А если вам протягивают кабель домой, то смотрите сами. В общем, самое обидное, иногда не просто не работает. Можно вызвать и сказать, ребят, не работает. А скажем, вместо заявленных 100 мегабит, вы имеете 5. Их это весь абстракт. Все остальное ошибки, перепосылки. Работа, работа. Но лучше не работает. Что еще? Ругаться с ними надо. Надо следить, как они работают. А снова быстренько после этого приложить не вариант? Ну, вы можете просто сами приложить. Я, например, сказал мне вот сюда вот. Тяните кабель в квартиру и обмотаете 20 метров. Дальше я сам. Без вас. И они там его рядом с ним приводали, чтобы помех? Ну, протащили, а по квартире я уже сам приложил. Вот так, как надо было. Вот так, как хотелось. Хорошо. Что еще может случиться с нашим сигналом, вот эту проблему? Какие там еще есть у нас тамики? Заминаю, у нас здесь 4 пары идут, из которых для, например, пасты зажжать мы используем всего лишь спалька. Что еще может произойти с нашим сигналом? Часть мы уже говорили. На чем еще можно улететь? Метяник? Ну, опять же, у вас это уже не будет. Смотри, какой вытянет. Может, и большой камешек? О чем мы говорили, когда в самом начале обсуждали уровень сигнала? Чем характеризуется медный проводник? Хороший, но не идеальный. Хороший, но не идеальный. Да. Идеальный сигнал. Ну, какое-то сопротивление у него есть. Даже если мы сделаем чисто серебряный проводник. Он окисляется? Ну, он и в коже. Мы пока не рассматриваем контактные проблемы. У него есть какое-то сопротивление. Соответственно, сигнал постепенно-постепенно засухает. Хуже того, витая отвара представляет собой катушку. Которая имеет сопротивление для переменного тока гораздо больше, чем просто пустостром. Правильно? Да. Возникает встречное магнитное поле, которое тормозит. Ну, знаете. Совершенно верно. Поэтому длина провода у нас получается ограниченной. Мы не можем провожить бесконечной длины, если кабель идет пара. А если мы, там, провод-провод-провод-провод-провод, коробочку усилите, провод-провод-провод? В таком случае, можем. До этого еще и доберемся. А что еще может произойти вот в нашем проводе, в нашем сигнале? Исказиться или уйти? Исказиться. Кто его исказит? С постоянной наводкой мы научились бороться, заплетя его в косичку. Что еще может случиться? Какие еще и звучатели есть на перекабеле? Подсказываю. Внутри? Да. Может, они друг друга будут? Совершенно верно. Великолепно работают перекрестные помехи. Они друг друга дают, так что право. Причем, естественно, чем длиннее у нас вот эти две параллельные антенны, они друг для друга представляют собой антенну, как вы понимаете. Один работает передатчиком, другой — приемником и наоборот. Чем больше длина антенна, тем большую часть мощности мы передаем друг другу. Вплоть до полной неразличимости, где что было, исполеть уже будет нельзя. Обра-кадал. Полная каша. То есть уровень сигнала, который мы вложили сюда, уменьшается, правильно? С расстоянием. А уровень наводки переходной здесь повышается. И в какой-то момент уровень собственного сигнала пара становится ниже уровня наведенного сигнала. Естественно, в этот момент мы уже ерундой заменяемся, без того, чтобы передавать данные. На самом деле, критерий дальности находится где-то вот здесь. Чтобы можно было понять, кто есть в достаточно высокой инсталировности. Есть еще несколько параметров. Их вы вряд ли знаете. Сейчас я их просто расскажу. Вот сочетание вот этих вот параметров сбухание и перекрестных наводок дает нам по стандарту расстояние для обычной той пары в 100 метров. Через каждые 100 метров в коробочках. Есть коробочки умные, есть коробочки глупые. Которые дешевле? Глупые дешевле. А то под них меньше. По стандарту мы получаем не больше 100 метров. В ночном сегменте летой пары. На самом деле, есть еще такая нехорошая штука, как отражение. Когда идет высокочастотный сигнал. И здесь у нас суровый перегиб такой. Ну, просто взяли и сломали одну вот так. Красиво в форме приложения. У нас идущий сигнал отражается вот этого перегиба и начинает идти назад. Во-первых, у нас сюда не доходит часть сигнала. А во-вторых, источник у нас получает на вход шум, который, в общем-то, непонятно, как это спритирует. Потому что источник у нас еще и приема. Поэтому злом кабеля совершенно недопустимая вещь. Приводит к неработоспособности в очень многих случаях. На коротких метрах, там, 10-15, может работать. Если вы приближаетесь к фактическому порогу, то будете добры соблюдать радиус изгиба 4 диаметра кабеля. Опять же, по стандарту. Больше, но лучше. Меньше не надо. То есть, если кабель у нас имеет где-то миллиметров 5, ну, 20 сантиметров. Данная беда, радиус у нас получается 2 сантиметра. У меня сильно много, в принципе. Терпимо. Терпимо. Ломать ожидаю нельзя. Чем больше часа, тем жестче у нас требования к прокладке. Если 10-мегабитовый эзернат не мог, если это позволит скомптурить, то для мегабитового соблюдение всех этих правил является строго обязательным. Кроме вот этого. Того, что я сейчас вам скажу, я вам не говорил. Но вы это для себя знаете. Если мы можем себе позволить прямое соединение, сетевая плата, сетевая плата, без дополнительных соединителей, то есть вот эти 100 метров, они как бы предусматривают 90 метров твердого шнура по стене, здесь розетки и по 5 метров гибкого шнура в комплект. У гибкого шнура, как вы понимаете, сопротивление побольше, отражения могут быть любые. Если вы можете себе позволить 100 метров прямого жесткого кабеля с минимальными изгибами, то реально у меня работали леньки по 150-200 метров. Только никому. Скажем так, вы можете попробовать это сделать, но вы знаете, это сейчас интернет в каждой квартире, где-то мы пробрасывали между домами друг другу сеть. Крыша на крыше. На крыше. Да, шалевку, в ней летает пара. Не понеслось. А как там, какие люди? Совершенно верно. Я их недалёте. Протягиваешь. Верёвочку с грузиком. А как вы предлагаете, вертолёт вызывают? Можно через управление. Ну во-первых, тогда их не было. Если вы выдержите. Во-первых, когда вертолётов у нас не было, а во-вторых, даже если бы были, перекинуть 20 метров с верёвочки, это не проблема. А есть 30. Да, если и сейчас между домами могут быть. Кидаем кирпич? Ой! Нет. И простейший вариант. Это простейший вариант. Для этого лучше несколько человек. Один залезает на стену на другую, другой на другой. Простякает на ёгочку. Человек плакает, движет, 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 движет сюда, привязан. И затаскивает. А, ну это действительно беспроектно. Единственное, что важно, что без деревьев. Ну, тогда нужно очень длинный провод. Ну, или верёвочек новый. Как хочешь, так и крутись. Это работает. Больше того собирались идти на лазерных указках. Повнимаю. Ох, и нам говорит. Тихо. Микоре. Микор. Продолжение следует...